Нормун, добрый день. Уже больше недели прошло с тех пор, как против Беларуси ввели очередные санкции. На этот раз уже под предлогом того, что якобы Беларусь стала организатором миграционного кризиса, якобы Беларусь, собрав отовсюду мигрантов, решила развалить Евросоюз. Полагаете, санкции помешают коварному плану? Ну это действительно смешная аргументация, тем более она дополняется всякими там рассказами о том, что это проводится с целью дестабилизации Евросоюза, хотя надо сказать, что Евросоюз, он очень неплохо сам дестабилизируется. Ну вообще, если серьезно, мы же понимаем, что никогда санкции не решали никаких проблем, и ни одна уважающая себя страна из-за них не будет плясать под дудку Запада. Тогда зачем все это? Значит, это все-таки инструмент определенного давления, но надо отметить, что давление вот это нередко применяется в экономических интересах также страны и стороны, которая делает эти санкции. В первую очередь этим балуются американцы, при том надо отметить, что тогда, когда они своими санкциями удалили конкурентов европейских из российских рынков, они сами эти рынки заняли. То есть, с одной стороны, как бы сказали не торговать, и потом сами пошли и начали этим заниматься. Так что бывает и такое тоже. Мы же понимаем, что санкции – это дорога с двусторонним движением, и глупо было бы надеяться, что мы смолчим. И мы ответили. Уже на этой неделе мы ввели продовольственное эмбарго. Как вы оцениваете такое решение? На практике я думаю, что как раз ответные санкции действуют отрезвляющие. Я считаю, что эта политика правильная, то есть эту сдачу надо давать. Тогда, когда дают сдачу, тогда, когда относятся с большим уважением, чем тогда, когда сдачу не дают. Пострадает ли, по-вашему, экономика европейских стран, в частности, при Балтике, из-за санкций? Причем не только ответных, но и своих. Ведь ограничениями против Беларуси они перекрывают воздухом многим своим компаниям, своему бизнесу. Всегда санкции – это запрет определенного сотрудничества. То есть, до введения антироссийских, антибелорусских санкций у нас было более широкий спектр, конечно, в которых предприятия сотрудничали, те же самые известные балтийские спроты, но все-таки пользуются каким-то спросом. Что касается контрсанкций продовольственных, это в первую очередь все-таки ощутило Польша. И некоторые предприятия, кстати, уже после российских контрсанкций были вынуждены просто прекратить свою работу в Латвии. То есть, закрываются предприятия, теряются рабочие места. Транзитные отрасли, в частности, в случае Литвы, вполне нормально развивали спорт, могли развивать его дальше, но решили, что будут заниматься вместо экономики заниматься такой очень своеобразной политикой давления. И сами от этого пострадали. У нас то же самое. То есть, в принципе, когда уже литовцы сделали эту ошибку, у нас был шанс взять эти грузовые потоки к себе. Вместо того, чтобы пойти снимать государственный флаг Беларуси, то есть мер Риг, озаботился бы лучше тогда экономическим сотрудничеством Рижского порта. Страдают от санкций, к сожалению, в итоге обычные люди. Ну вот, например, жители стран Балтии сейчас вынуждены следить за ценами на электричество в онлайн-режиме. Биржевая стоимость мегаватчаса очень нестабильна, то 250, то 1000 евро. Это вместо того, чтобы на адекватных условиях покупать электроэнергию в Беларуси. То есть насолить нашей стране оказалось важнее интересов собственных граждан. Что касается, скажем, покупки электричества, ведь у нас оно дорогое. Было бы лично покупать у Беларуси, значит, и иметь цену в разы ниже, в несколько раз ниже, чем у нас сейчас. Но вот нет. И в этом просматривается определенная экономическая заинтересованность группировок, которые как раз наживаются на дорогом электричестве у нас. И этому в жертву приносится практически вся экономика страны. Долго Латвия, конкретно Латвия, с таким дорогим электричеством не протянет. Просто люди уже, чтобы экономить электроэнергию, пенсионер выключал просто мобильный телефон, чтобы на этом сэкономить электроэнергию. В результате у родственников возникла проблема с ним созвониться, потому что он таким образом экономил. То есть, ну, конечно, тут как бы на этом даже и не сэкономишь. Но просто люди уже психологически в такой панике, что боятся включать какие-то приборы. Есть вероятность, что после расчета всех финансовых потерь Запад все же перестанет пытаться всех запугивать и начнет вести, ну, как минимум, прагматичную политику без ущерба, хотя бы для своих людей? Определенная надежда есть, что в какой-то момент они решат, что не стоит. Но в этом плане как раз вот эти контрсанкции тоже действуют на эти решения позитивно. Они должны понимать, что первые шаги сейчас вот эти с продовольствием, это очень умеренный еще ответ. Но вот тут тонкий такой момент, что они во многом выполняют не только свою волю, но еще и, значит, волю там могучих союзников, заокеанских бывает или там великобританских. И поэтому тут интересы местного населения, местного бизнеса зачастую просто приносятся в жертву геополитическим соображениям. Спасибо большое за ваше мнение.